ну вот смотрите кулькулятор от мы с вами смотрели квартиру 7 миллионов 300 тысяч вот первоначальный взнос у вас будет такой же стандартно как обычные потеки и это у нас получается миллион 95 как мы с вами и договаривались срок ставим на 30 лет на максимальный чтобы платеж был меньше чтобы максимально низкий платеж далее далее что такое первый транш первый транш это 15 процентов от суммы кредита вот у вас стоимость квартиры вот это у вас первоначальный взнос а это то что вы уберете в банке кредит то что вам банк предоставляет но поскольку у нас ипотека траншевая по мы берем только 15 процентов от этой суммы так как первый транш 15 процентов и эта сумма у нас девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят рублей также у нас сохраняется ставка ставка 7 и 7 также срок у нас сохраняется и соответственно поскольку у нас именно кредит маленькая сумма у нас и платеж очень маленький 6636 рублей всего месяц вот обратите внимание это примерно в семь восемь раз меньше обычного платежа до того момента пока не останется один месяц до воду в эксплуатацию согласились спорт надо ну вот вообще да подскажите а как получить ее и вообще будет ли она мне доступна до это ипотека доступна всем гражданам российской федерации но естественно если кредитная история нормальная там это как происходит мы с вами получаем обычную ипотеку с господдержкой подставку 7 и 7 вот выбираем определенного застройщика вот как вот мы с вами сейчас выбираем квартиру выбираем эту программу траншевая называется и все это обычно ипотека только она выдается двумя частями первые первая часть это вот эта сумма 15 процентов вторая часть 85 процентов когда уже за месяц до воду эксплуатацию дома доступно это всем всем кто имеет право на получение ипотеки с господдержкой а право такое имеет любые граждане российской федерации соответственно вы тоже имеете право на такую классно так ну вот по расчетам я расчет вам попозже еще пришлю вы посмотрите вот может быть еще какие-то вопросы остались да в принципе все доходчиво объяснили все стало понятно по по траншевой как раз было интересно но это на самом деле очень удобно в плане купить квартиру для перепродажи допустим да как сейчас многие делают вот от 7300 внесли только первоначальный взнос миллион 95 и у вас платеж там совсем маленький там 6600 пока дом построил вот дом построился естественно выдали полный кредит вы там поплатили месяц-два вот эту сумму и перепродали и соответственно вы сэкономили деньги во первых на процентах по ипотеке во вторых вам очень комфортно было платить платеж так как он основным скажем как есть не напрягает 6000 маленькая сумма или допустим вы планируете квартиру купить для сдачи в аренду да тоже уже удобно платили маленький платеж ежемесячно дом сдался сдали квартиру в аренду и соответственно платить обычный платеж 44 да ну и даете в этом допустим до 45 тысяч эту квартиру а так кстати квартира который рассматривать может до 45 тыс и давать еще как и сама себя квартира отбивает и вход для вас такой комфортный да вы по большому счету внесли только первоначальный взнос ну и сколько вот строится дом дом два года допустим 120 тысяч вы отложили там да и платите вот кому еще было бы интересно ну допустим арендуете квартиру до в аренду чтобы за аренду не платить еще 30 и за платеж не платить 44 выплатите 6000 выплатить свою аренду когда дом достроился уже уже переехали у вас естественно один платеж остался за ипотеку аренда но отошла на задний план так уже свою купили вот этом плане это очень удобно это предложение ограничено вот успевает какая возможность все хорошо спасибо алексей да будут вопросы обязательно пишите звоните расчет я вам пришлюсь сегодня все благодарю вас хорошего вам вечера все доброго